Всем привет, дорогие зрители. Я на территории Переслава сейчас у меня для вас несколько тем для разговоров. Начну с хорошей темы. Бени Менгаре остается в крови сет. Это значит, что Самара скорее всего будет бороться за Миналя. Я желаю Крым Миналя для Волода Солнца. Честно, даже если не золото, то Зенита выгрызает что-то будет не обидно. Мне страшно. Золото на 7 очков на Зенита. На краснодар вообще 9. Вон в случае. Болитесь. Бейте. Я вас верю. Я вас верю. Это первая новость. Вторая новость. Вчера ЦСКА предложил Чауу новый контракт до 27 года. Федор уехал назад. на сборы команды. Но пока борец служба Кани еще не объявил. Потому что контракт продлен. По всей видимости, Чаууу отказался от этого контракта. Он всерьез настроен уехать. Стремление клуба Касает Чалла более чем понятно, потому что без Чалла так у коней зачахнет. В общем-то и так Чаллов сейчас уже далеко не тот, что был, например, год назад, в прошлом сезоне, или весной 23-го. Но без него так вообще будет полный тухляк. Учитывая трансферный бан, учитывая санкции, наложенные на ССК, но такого же Чалла они привезти не смогут. Из России им никто не продаст, потому что прекрасно понимаешь, что ССК от конкурентов. Даже братская Динамо хрен поможет. Значит, поэтому они будут цепляться за вот этого Федора всеми своими силами. Но у меня очень интересная ассоциация возникла. Вот учитывая все эти траблы по зарплатам, что Чаллов требует большую зарплату, Мне это что-то очень напомнило. Я долго не мог понять, что, а сегодня утром вспомнил. Ёб твою мать, точно так же, ровно, получается, месяц назад торговался за зарплату круговой. Чтобы по итогу ушел с круговым, он ушел с ССК. Сейчас точно так же торгуется за зарплату Чаллов. И, кстати, первым об интересе Зенита к Чаллу сообщил Тимур Гурская. До этого он вкидывал информацию, что Зенит возьмёт Ахметова, и Зенит реально взял Ахметова. Получается, всё сходится, всё идёт одно к одному. Зенит как никогда близок к подписанию Чалла. И если всё пройдёт удачно, то мы очень веселимся. С точки зрения нападения. Вернее сказать, мы не просядем. Потому что с кассира 200% летом от нас уйдёт. Сейчас он в фантастической просто форме. И его просто с руками и ногами на ССР вот так, как отравили Макума. К одному концу сезона кассира забьёт не меньше, чем Макума в прошлом сезоне. Возможно, даже больше. Ну и тогда, какие-нибудь Саудиты, выхватят там за него трясатку. Я более чем допускаю. Ну и тогда Зенит, возможно, заплатить. С коньяком какую-то компенсацию, чтобы Чалла перешёл в Зенит уже летом. А не ждал конца контракта. Ну и мы не просидим. Сезон 24-25. Сейчас всё объективно говорит о том, что Зенит как никогда близок к подписанию Чалла. Хотя в медиапространстве говорится про интерес Европы, говорится, что да нет, Чалла не перейдёт в Зенит. Чалла типа не такого, не Иуда, не кидал, не предатель. Ну-ну. Про Кругового так же думали. Про Кругового так же говорили, что не Иуда, не предатель. А в итоге вышло, сами понимаете как. Ну понятно, столичным смело не скажут, что Иуда принял Зенит круговой, что они скажут, что круговой выбрал играть в футбол. Про Чаллу они, естественно, если выяснится, что уезжает к нам, скажут, что он выбрал деньги. Что он выбрал сидеть на банке. Я скажу так. Чаллов выбрал быть чемпионом. ССК вонючая. Вместе с Чаллом чемпионом не будет никогда и не будет. А ему хочется выиграть чемпионат. Я так думаю. Ну и поэтому, соответственно, он выбрал перейти в Зенит. Я не знаю, конечно, выберет или нет. Но сейчас все идет к тому. И Зенит от этого только выиграет. Но ССК... ССК обрещено. Сразу говорю, даже если в Зенит он не уйдет, куда-нибудь все равно Чалл съемнет. Потому что в этом вонючем конюшнике он оставаться больше не хочет. Он просто гробит свою карьеру на ЦКГ. Он хочет Европу. Он хочет развития. А с таким говноклубом развития нет и быть не может. Поэтому все. ССК готовься к вылету в первый дивизион. Собственно, та же, где-то был в конце СССР. Дважды был. Сейчас тоже провалишься, потому что Чалл уйдет. Больше никто не придет. И атака полностью сдохнет. Вот, вот все.